Был и артиллерия. Вертинский. Ну что говорить, поэт, музыкант, артист, воплощение эпохи. Ребята, может скучно, потому что я уже третий раз буду рассказывать эту историю. Уже последние концерты в Цедри, уже буквально через несколько дней умер, но честно в Цедри отработал 4-3 часа, спел практически весь репортуар, кроме, естественно, знаковых. И он раскладывался, уходит со сцены, и Царёв, художественный руководитель и директор Малого театра, уже уходящему в Вертинскому, говорит, прощальный ужин, Вертинский. Он ушёл, вернулся, подошёл к микрофону, сказал, Михаил Иванович, на ночь много есть вредно. Ещё про него замечательная история есть. Я специально оттягиваю время, простите, пожалуйста. Наши советские поэты сидели в национале, завтракали. В 9 часов вышел Вертинский, подошёл к столу, подошёл официант, он сказал, чаю. Тот ушёл, принёс ему стакан чаю, он поболтал, что-то отхлебнул, оставил какие-то копейки, не допил чаю, ушёл. И официант, сгребая мелочь со стола, сказал этим молодым, говорит, барин. И сейчас я просто зачитаю. У него много таких афоризмов по поводу своей профессии, по поводу того, что он делал, как он видел этот мир, это действительно страшное время эмиграции, когда он уехал. Есть легенда, что он привёз целый состав медикаментов, чтобы вернуться. И Сталин ему разрешил вернуться. И говорят, что когда заполняли анкету в Министерстве культуры, когда спросили, девушка его спросила, ну, какое звание, заслуженный народный. Он говорит, «Деточка, у меня нет ничего, кроме мирового имени». Так вот, вот что говорил Вертинский. «Я не тщеславен, у меня мировое имя, и мне к нему ничто не прибавить, не убавить. Но я всегда хотел только одному, это правда его слова, стать советским актёром». Мы артисты святые и преступно страшные в своём жестоком, непонятном познании того, что не дано другим. Нас не нужно трогать руками, как не надо трогать ядовитых змей и богов. Если мы вам не нравимся, возьмите номерок, возьмите своё пальто и уходите. «Я ничего не скрываю, пою так, как пел бы для Господа Бога, искренне, глубоко, правдиво, как верующий». Он действительно исповедовался. Он действительно исповедовался. Даже я не знаю, голос как такового. Он высокий, он не выговорил букву «э», он красировал очень красиво. Действительно, это исповеди. Вот одна из исповедей. Песенка о Жене. Надоел в песню душу разбазаривать, И с концерта возвратясь к себе домой. Так приятно вечерами разговаривать Своей улыбкой, веселенькой женой, И сказать с улыбкой нежно, незаученной, Ах ты, чизнь мой, безхвостый и смешной. Ничего, что я усталый и замученный, И немножко сумасшедший и больной. Ты не плачь, не плачь, моя красавица, Ты не плачь, женулечка-жена. В нашей жизни многое не нравится, Но зато в ней столько раз весна. Чтоб терпеть мои актерские наклонности, Нужно ангельским терпеньем обладать, А терпеть мои дежурные влюбленности, В этом тоже нужно что-то понимать. И целуя ей затылочек подстриженный, Чтоб вину свою загладить и замять, Моментально притворяешься обиженным, Начинаю потихоньку напевать. Ну не плачь, не плачь, моя красавица, Ну не злись, женулечка-жена. В нашей жизни все еще поправится, В нашей жизни столько раз весна. А потом пройдут года, и вами прошу, Постаряшим, жалким и смешным. Я, как прежде, возвращусь к себе домой, И скажу с улыбкой жалкой и завученной, Здравствуй, чей же единственный и мой. Ничего, что я усталый и замученный, Одинокый, позабытый и больной. Ты не плачь, не плачь, моя красавица, Ты не плачь, женулечка-жена. Наша жизнь уж больше не поправится, Но зато в ней столько раз весна. Субтитры создавал DimaTorzok